Рандеву с дилетантом Это очень правильное определение, потому что вы знаете, что весь интернет это такой испорченный телефон. Эксперт не Нобелевского комитета, а Нобелевского концерта. Концерта. Когда приезжают Нобелевские лауреаты, то в их честь дается большой концерт в концерт Хюсити. И в этом концерте там присутствует элита шведского общества, там присутствуют иностранцы, дипломаты, там присутствуют все Нобелевские лауреаты со всеми приезжающими, с ними приезжающими. И этот концерт, ну как бы дань отношения к Нобелевским лауреатам, к ученым. Почему? Потому что когда в 2005 году меня пригласили стать экспертом, то есть я сижу в специальной ложе и во время концерта, в перерывах, перед концертом, комментирую, говорю о той музыке, которая будет звучать. На каком языке? На шведском. А вы хорошо знаете шведском. Я свободно владею шведским. Вы уже более 20 лет там, да? Меньше, нет, я там 18 лет. Я свободно, я преподаю на этом языке и даже пишу стихи. Где вы его учили? Там. Там? Да. С нуля? Да, с нуля. И через полтора года я стал преподавать в драматическом институте на шведском языке. Ну я сделал это просто. Я взял две книги, Калакаин, Карин Бойе, мою любимую книгу на русском языке и положил рядом на шведском в оригинале. И вторая книга была «Мастер и Маргарита», которую я знаю прекрасно на русском и которую я прочел на шведском. Поэтому я без всяких курсов пошел сразу вот на этот шведский язык, на котором... То есть вы считаете, что «Мастер и Маргарита» хорошо переведена на шведский? Сравнительно хорошо, насколько это возможно. Да, вот концерт Нобелевский. Да, так вот, Нобелевский концерт. Скажем, когда в 2005 году меня пригласили начать вот это вот общение с Нобелевскими лауреатами и разговор о музыке, то первое, что я предложил, каждого входящего лауреата спросить, задать один вопрос. Что он знает о классической музыке? Что он любит? Что он думает по этому поводу? И вдруг выясняется удивительная вещь. У всех Нобелевских лауреатов в детстве была музыка. Случайность. Мама играла. Соседи играли в квартет-трио. В доме всегда была музыка. Ребенка начали учить музыке. То есть Эйнштейн со скрипкой не случайность. И то, что другой великий физик Макс Планк до последнего момента не знал, кем стать физиком или пианистом, он был выдающимся пианистом, понимаете, это не случайность. Уже это замечено. Я спрашиваю любого из них. Я задаю вопрос. Ваши отношения к классической музыке? Все, в детстве была музыка. Вы сегодня услышите концерт Дворжика в исполнении Йо-Йо-Ма. Йо-Йо-Ма, мой любимый велничлист. Конечно, я люблю и Казальца, и Кассадо, и Ростроповича, но, понимаете, то есть речь идет сразу об экспертном отношении к искусству. Я понимаю. Скажите, а концерт составляете вы? В дискуссиях, в общении. Концерт предлагается, скажем, королевским оркестром. То есть вы предлагаете, что вы изучаете? Да, я могу предложить, но в основном концерты – это выдающийся оркестр, выдающиеся музыканты каждый год. Помните, вот это так все шутили в 60-е годы, физики и лирики? Помните темы? Да, конечно, очень хорошо. И я прекрасно помню, что физики были гораздо более образованы музыкально, чем лирики. Гораздо больше. Страшнее вам скажу. Сейчас, когда идут фильмы «Свободный полет», вот эти, да, по ТВЦ, то самая большая реакция идет от американских ученых. Я получаю огромное количество писем и веду переписку с американскими учеными, которые считают, что эти фильмы – явление невероятного порядка, что там закодирована масса научных открытий и мышлений. Музыканты этого как бы не понимают. Вот странная вещь. Почему? Потому что музыканты учили от и до дирижера дирижировать, скрипача играть чисто четыре звука. «Ля-си-до-ди-с-ре-ми-ре-до-ди-с-е-ля». И забыли самый главный предмет – музыкальная этика. Музыка как наука. Музыка как важнейшая часть мироздания. Как важнейшая часть образования. Вы вспомните, всю историю цивилизации 90% времени среди трех главных предметов была музыка. Риторика, математика, музыка. Но ведь вас не учили музыкальной этике. Мне повезло. Я с детства общался с удивительными представителями петербургской элиты. Это было дома? Да. А там, где вы учились, подобного предмета не существовала музыкальная этика? Нет, но я пришел... Тем более не существует сегодня. Нет, и это самая большая беда. Потому что представьте себе, что в зале сидит инженер, который плачет, а на сцене сидит скрипач, который думает, сколько же еще осталось до окончания исполнения. Это трагедия. Почему? Потому что самая большая беда – то, что вся система музыкального преподавания кодирована на музыку как предмет. Искусство – не предмет. Понимаете, в чем особенность? Искусство – в нем нет признака предмета, движения от простого к сложному. Потому что Бах не проще, чем Шостакович. Потому что музыка 15 века, в отличие от математики 15 века, не проще, чем интегральные исчисления. То есть все искусство, оно находится на очень высоком уровне. Оно доказательство бытия какой-то гигантской энергии. Потому что даже в пещерных росписях мы видим признаки Пикассо. Потому что когда Шагал заставляет лететь своих героев, то это делали 10 тысяч лет назад. То есть человеческий мозг в области искусства уже был сформирован. Более того, в искусстве существуют все великие научные формулы за сотни лет до того, как их открыли ученые. Приведу вам простейший пример. Альберт Эйнштейн, когда у него спрашивают, а как воспринимать теперь Вселенную? Он говорит, как слоеный пирог. Где в каждом слое свое время и своя консистенция. Но простите, это формула фуги. Фуга, которую Бах писал, которую Гендель писал, которую писали 400 лет подряд. В них именно закодирована идея слоеного пирога с разными тональностями и с разными временами. Но позвольте мне все-таки вернуть вас вот к этой теме музыкальной этики. Вы так вот начали интересно об этом и прервались. Вы вообще встречали где-то в Европе или, скорее всего, в России человека, который мог бы создать курс по музыкальной этике? Вы знаете, такие люди есть. И самое ужасное, что я вам скажу, это должны быть не всегда и не обязательно музыканты. Назовите мне их. Хотя одно-дво имени. Вообще в мире? Да. Или в России. Но вы знаете, к сожалению, сейчас это большая проблема. Слишком далеко мы ушли от этого. В те далекие времена такие люди, как Сабанеев, как Академик Асафьев, они обладали этим знанием. У них была этика на уровне знания музыки. Литературное дарование было такое же, как музыкальное. В результате они могли бы это сделать. Но, в принципе, этот предмет далекого будущего. Я сейчас пытаюсь сам разработать эту систему. Почему? Потому что все ведь очень просто. Мы говорим, Баха воспринимать сложно. Для этого нужно начинать с Плана Загинского, станца маленьких лебедей и постепенно привести к Баху. А как крестьяне в Германии 300 лет назад приходили в церковь и слушали музыку Баха? Я думаю, очень просто. Скажите, вот вы про Германию. А мне очень стало любопытно, когда вы сказали, на концерт, Нобелевский концерт, в Швеции приходит элита шведского общества. А что такое элита шведского общества? Это меня очень интересует в сравнении с тем, кого называют сегодня элиты российского общества. Это совсем разные элиты. Когда я говорю элита шведского общества, то я, прежде всего, нарушаю закон шведской этики. В Швеции элита – это самое запрещенное слово. Серьезное? Да, абсолютно. Нет ни понятия элитарных школ, ни понятия ВИП, когда они приезжают... И что, и там нет элитарных туалетов? Нет. Как? Нет. А как же они, бедные, без этого у нас? Ну, куда не посмотришь, везде элитный туалет. Нет, нет, они просто смеются, они думают, что это болезнь российского роста. Хотя я боюсь, что это затяжная болезнь, что у нее последствия будут. Но речь идет вот о том, что последний премьер-министр, вот предпоследний, Юран Персон, он ехал срочно на конференцию в Мальме и Стокгольме на своей машине и превысил скорость на 10 километров. Когда его штрафовали, я читал. Его штрафовали, не только штрафовали, запретили везти машину дальше. Ему пришлось там торчать в лесу и ждать, пока придет теперь служебная машина, хотя конференция была очень важная. Вот. И все равно ему сказали, нельзя превышать скорость, даже вот если вы сейчас спешите. И так далее. Понимаете, Моносолин, крупный политик, она однажды заплатила за парковку правительственной карточкой. Через 15 минут она вернула эти деньги на правительственный счет. Но она не стала премьер-министром из-за этого. Ну, видите, мы выходим из положения проще, у нас просто останавливают все движение, когда едет Путин или Медведев, чтобы не считать километр, сколько вы ходили. Скажите мне, пожалуйста, я вот запамятовал, кто написал эту книгу, кто убил классическую музыку. А, я тоже запамятовал, да, есть такая серьезная книга. А это справедливое название? Да, 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 это справедливое, только причины названы не те. Я считаю, что классическую музыку, как таковую, убило существование радиотелевидения. Почему я даю такие странные фильмы? Я хочу вернуть классической музыке ее состояние. То есть человек, воспринимающий искусство, это приемник, искусство это передатчик. Для того, чтобы воспринимать ту или иную музыку, нужно настроить на ту волну, на которую ваш мозг готов ее воспринимать. Скажем, вы хотите какую-то информацию, очень важную, вы крутите ручку радиоприемника, вы слышите это по-японски, это по-французски, по-немецки, но вы не понимаете языков. Вдруг, раз, по-русски, ваш мозг воспринимает, вот она, она была и раньше. То же самое с искусством. Искусство это особая волна. Поэтому моя идея не информировать о том, сколько жен, когда родился, где там женился, где обручился, где развелся и так далее. Моя идея заключается в другом. Создать то восприятие, то отношение, которое было, вот как не смешно звучит, у немецкого крестьянина, когда он один раз в неделю переставал думать о сельском хозяйстве и ехал в церковь святого Фомы. Еще раз, я все-таки человек телевизионный, поэтому мне это очень любопытно. Классическую музыку убило радио, телевидение, сказали вы только что. Да, сейчас скажу почему. Они превратили ее в фон. Классическая музыка, в отличие от всех других видов музыки, не может быть фоном. Но вы городской человек. Как вы можете так рассуждать? Вы городской человек, который может ходить в концертный зал. При этом вы музыкант. Ну, я беру просто, ну, городского человека с себя, который может ходить в зал Чайковского, в консерваторию и так далее. Я живу всю жизнь в деревне, в ста километрах от Москвы. А единственная их связь с миром, это радио. Раньше было, теперь еще и телевидение. Они иначе не могут получать классическую музыку. Вот здесь-то и проблема. Я все это хорошо понимаю. Проблема заключается в том, что радио своим существованием превратило музыку в фон. Фон жизни. И тот человек, который через радио однажды не услышал классическое произведение, потому что как фон оно не существует, он никогда не приедет в город, для того, чтобы сходить там на концерт классической музыки. Вот в чем беда. Понимаете, в чем трагедия? Не согласен с вами. Я был на премьере балета моего отца Макбет в каком-то штате Айова, более глухого штата, я не знаю, есть ли в Америке или нет. И зал был полон фермеров, обычных мужиков с грубыми руками, которые обязательно приезжают туда, в этот зал, он, видимо, единственный там и концертный, слушать музыку там раз в месяц или смотреть балет. В общем, они это делают непременно. Там да. И вот опять возвращаются... Хотя они абсолютно некультурные, эти люди, вот в нашем представлении. Там возвращаемся тогда к нашим немецким мужикам, которые раз в неделю приезжали в церковь и слушали импровизации Иоганна Себастьяна Баха. Речь идет о том, что когда человек попадает в это состояние катарсис, один раз в неделю, как бы не образованный, как бы грубый мужик, он один раз в неделю выходит в то состояние, в котором существует великая музыка. Ему ничто не помеха. Потому что они, когда приходят в церковь, у нас-то церковь отделена от всей этой классической музыкальной культуры. У нас есть византийский канон в православной церкви, да? А там в церкви звучит Вивальди, Бах, Моцарт. Значит, он еще с детства, его папа-фермер водил его в церковь, и там ему играли Баха. И Бах стал частью его быта. Поэтому он совершенно естественно едет в штате Айова, чтобы послушать дальше не только в церкви, но и в концертном зале эту же музыку. У него другое музыкальное мышление. Я приехал в одну гимназию шведскую и говорю, послушайте, как интересно Бах мыслит, как Эйнштейн. Вот это музыка Баха. А сейчас четвертым голосом появится хоральная мелодия. Слушайте, вот музыка Баха, Баха, сейчас будет мелодия. И вдруг вся гимназия начинает мне петь эту мелодию. Да для них же это как в опале березы стояло. Потому что если бы у нас был, например, протестантизм, если бы появился Мартин Лютеров, то Иван Семенович Бахов обрабатывал бы в опале березы стояло его саду или в огороде, привел бы в церковь. Потому что задача у Лютера была какая? Привезти людей в церковь, чтобы на родном немецком языке родные немецкие мелодии пели в виде хоралов. Поэтому баховская мелодика для них это живой организм. У нас баховская музыка это чужая музыка. Может быть. Но дело в том, что вспоминаю, что еще лет 20, может быть 25 назад те молодые люди, которые у нас ходили в церковь, в общем, неплохо знали рахманиевскую литургию. То есть они слышали это тоже в церкви? Безусловно. Так что, может быть, за последние годы что-то изменилось. Но тогда объясните мне, пожалуйста, мой любимый канал, это канал Меццо. Я все время смотрю Меццо. А мечта о том, что в России появится русский канал Меццо. Возможно, когда-нибудь на базе радио Орфей. Вы против такого музыкального телевидения тоже? Нет. Тут я совсем не против. Но для того, чтобы очень демократическое, более широкая аудитория появилась у этих каналов, необходимо слово. Необходимо введение человека в это состояние. Понимаете, в чем дело? Вот, скажем, система Кабалевского... Я понимаю, я только сейчас и подумал о вечерах музыкальных для детей и юношества. Система Кабалевского говорила так, вот сейчас под марш, зайдем в класс, а потом будем слушать музыку. Но вот это уже ошибка. Потому что, когда человек марширует, они молятся. У него нет подготовленности к тому, чтобы слышать музыку. Ребенок промаршировал под марш, а теперь слушай Брамса. Ну, это в школе. Да. А когда шли по телевидению музыкальные вечера для юношества, я, может быть, пропускал то, что говорил Кабалевский, но, тем не менее, я и миллионы детей, там, подростков сидели и смотрели эту передачу. Это было очень ценно. Не забывайте, пожалуйста, дорогой Владимир, что вы все-таки воспитаны и выращены в совершенно другой среде. Не говорите... Нет, тогда было два канала. И, безусловно, все смотрели... Да вы что, вы не помните? Я, правда, не помню, но я читаю об этом в книгах и даже делаю об этом телепередаче. В 56-й год, только Сталин умер, на Новый год по радио передают концерт классической музыки. Но вы же знаете, наверное, почему? Потому что в той системе легенд о Ленине и о вождях советской системы... Да, он любил апассианатов, я знаю. Да, и эта легенда сыграла огромную роль. Понимаете, что Цурю попадает в голодный обморок, в наркомате продовольствия, в наркомате иностранных дел, все время звучат трио-квартеты, Добровейн играет для Ленина. То есть вся группа этих людей оказывалась как бы мифологической группой высших интеллигентов, русских интеллигентов. То есть создана идея, что это продолжение традиции русской интеллигенции, и они решили превратить в интеллигенцию всех. Что сказал Луначарский? Он сказал, наша задача не выявить интеллигенцию, а превратить в интеллигенцию весь народ всей страны. То есть весь народ будет народным интеллигентом. Это была совершенно сумасшедшая, потрясающе красивая идея. И теперь мы знаем, что тот Ленин, ничего общего не имел с Лениным мифологизированным. Тот был кровавый, а этот был интеллигент, который не мог жить каждый день без опася наты. И вот эта легенда сыграла свою роль. Поймите, мы были в этом отношении счастливы, потому что я когда-то сидел и разрабатывал планы поездки симфонистов.